Сейчас видим, вот видите, эту высокую часть, такой треугольник, это то, что называют Детини, самая высокая точка на местности, она была самая защищенная. Со стороны реки захватить невозможно, тут тоже крутые обрывы, плюс еще стены стояли, невозможно было захватить. И город этот существовал, сначала жили еще славяне, здесь до появления государства Киевская Русь, это был 7 век, 8 век, это роменская культура называлась такая у нас, вот от города Ромны названа. И потом уже, когда образовалась государство Киевская Русь, это входит, эта крепость, этот город в состав Киевской Руси, племенной центр северян. Племя северян у нас здесь проживало. Чем оно знаменито? Известно его название, город Донец. Вот упоминается и в летописях древнерусских, и также упоминается в слове о полку Игореве. Это 12 века относится этот труд, хотя его считают подделкой некоторые, что это была просто подделка Мусина-Пушкина, который якобы там обнаружил впервые. Но споры ведутся до сих пор, историки считают, что уже невозможно будет доказать настоящий этот труд или поддельный, придется верить. Вот, но упоминалось, что князь Игорь, Новгород-Северский князь, когда шел на Половцев походом в том направлении, вот, он делал здесь остановку. Он делал остановку в двух местах. На городе Донце и еще была Шарукань. Или Шарухань называют крепость. Никто не знает, где она находится. Некоторые говорят, это Харьков. Вот, что это был Шарукань. Кто-то говорит, где нападает. Да, здесь останавливался и история раскопок. Впервые здесь копал харьковский археолог Федоровский. Он небольшие раскопы здесь заложил. Но основные исследования проводил Борис Андреевич Шрамко. Это наш харьковский... А? Он полностью раскопал вот этот треугольный мыс. Но в 50-е годы, когда он проводил здесь раскопки, вот этот участок был, ну, не в два раза, но, может, где-то на одну сеть больше. Потому что с каждым годом берег обваливается. И вот эта площадка уходила туда еще, может, ну, метров на 10, на 15 было уходить, на самом деле. Сейчас уже сложно посчитать. Но на самом деле обрыв был вот над рекой практически тогда. Это видно и по фотографиям, по планам. А сейчас все уменьшится. Здесь вот раскопали. И даже в книжке есть книга, называется «Рождение Харькова». Там, в Одинском городе, там даже реконструкция из Детинца, как дома стояли. Они вот так вот располагались вдоль вот этого участка. То есть находили здесь жилища. Очень много интересных здесь находок было найдено, древнерусских. Причем здесь было обнаружено очень много предметов ремесленных. То есть этот город был не торговый, а ремесленный центр. Здесь занимались железоделательным, гончарством. Может быть, занимались это в округе, как бы это все поступало сюда потом. Ну, тем не менее, очень интересные находки. У нас даже в музее одна витрина полностью посвящена раскопкам Донецкого городища. Вот, на самом деле. Там есть и план, реконструкция этого города. Вот, и что находится еще здесь, за этим местом? Если это называют Детинец, то обычно в археологии то, что рядом примыкает, называют Посад. Вот, то есть это пригородная часть. Да, она была неукрепленная. Вот этот ров, скорее всего, выкопан был искусственно для того, чтобы укрепить и оградиться от нападающих с этой стороны. То есть в случае военной опасности, все жители оттуда, которые там проживали, они прятали все в маленькой крепости и защищались. Вели оборону. То есть, как в средней эпохе. Есть еще поселение, вот там известно, вот где дачами застроено, вот, что называется там, поселение А. Есть еще застроенные дачами, по-моему, вот это там В и В. Здесь вокруг еще была очень густонаселенная территория. И не только, кстати, в древнерусский и славянский период. Городище это впервые начали использовать как крепость еще скифы. То есть скифское время. Еще в пятом веке до нашей эры. Но недолго, как бы, здесь таких серьезных культурных слоев нет, не было обнаружено. То есть у вас основной все-таки период жизни это был Древняя Русь. Находили, кстати, здесь даже находки арабских монет. Вот были дерхемы, обнаруживали. Потому что это время вот салтовской культуры. То, что мы проводили раскопки в Верхнем Салтове. Как раз там, Северский Донец, это была граница Хазарского Каганата проходила. Вот в той части. Здесь уже славянская территория. И у них тут постоянные были какие-то отношения. Иногда они могли быть данническими. То есть славяне платили дань. Но и какие-то периоды могли быть мирными. Как взаимопомощь. Особенно, когда появляется общий враг. И хазар, и славян. Когда появляются здесь уже печенеги. И потом за ними полоксы. То тогда вот как раз славяне вместе с хазарами, кто был их подвассальными. Тогда вот они уже объединялись. И здесь тоже проводились раскопки. Но здесь раскопано не все. Там вот мы сейчас пойдем. Там есть остатки старых раскопов. Это то, что копал Борис Андреевич Ромков в 50-е, 60-е годы. И последние здесь раскопки проводили в юбилей Харькова. Когда Харькову было там 350 лет. Вот 2003 год. Здесь экспедиция целенаправленно выехала. И как бы там в честь юбилея провела там небольшие раскопки. Здесь университет копал. Последний раз в 2003 год здесь велись исследования. И все. Ну копать еще есть где. Там территория большая. И даже был проект, чтобы сделать здесь музей под открытым небом. То есть восстановить. Можно эту площадку немножко поравнять. Она тут перегопана вся. Восстановить здесь дома. И сюда уже будут запускать туристов. Будет подъезжать автобус. А если мы будем копать? У нас бесплатно? У нас вообще тут бесплатно везде. Заметим. Пустыня закрыта на переучет. Ну а конечно, поскольку это место там известное. И находится в черте Харькова. Оно притягивает сюда и не только археологов и историков. Сюда иногда приезжают там йоги, которые тут проводят. Какие-то медитации возле этого камня. Считают, что это какое-то энергетическое место. Там место силы посещают. Проводится здесь фестиваль еще в Игорево Поле. Тоже вот какой-то. Это тоже йоги? Нет, это какой-то там исторический. То есть приезжают реконструкторы исторические. Там со шлемами, рычугами. Там могут показать какие-то бои. Тут турниры. Еще бабушки с козами приходят. Бабушки с козами регулярно посещают. Самые частые. Ну сейчас вот оно, кстати, выглядит, видите, немножко выжженная трава вот стала. Потому что было такое, что оно бурья. Ну оно было заросшее сильно это городище. Ну в данный момент тут такого ничего не... Где-то в 13 веке, когда приходят уже монголо-татары, то городище уже не существует. Ну считается, что где-то до середины 13 века здесь люди бывают даже. Кстати, вообще очень редкий и уникальный памятник у нас таких городищ. Вот известно еще одно в Харьковской области. Это городной Краснокусский район. Там известна тоже Древнерусская. И больше нету, и поселения очень редкие. То есть как-то здесь небольшая группировка славян жила. Потому что в основном все северяне ближе туда Полтава. Это вот там Переяслав, где Переяславское княжество было. И здесь это было уже пригранище славянского мира на самом деле. Тем более близко была степь дикая, где была постоянная угроза. То есть люди жили под угрозой нападения дочерников. А Харьков, да. Вот если посмотреть, разобраться, где там что. А почему над Харьковом столько дым? Ну это, вот этот факел постоянно горит. Это какой-то легаз.